Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Поддержка участников СВО и их семей, реализации нацпроектов, предоставление мер соцпомощи. В Самарской городской думе глава Самары Елена Лапушкина сегодня представила отчет о проделанной за год работе. Система мироздания «Ключ Менделеева». Необычная выставка открылась в Самаре в библиотеке имени Крупской. В Самаре прошел 17-й галоконцерт фестиваля «Самарская вишня». В этом году заявки на участие подали порядка 600 человек. В Самарской области продолжают развивать важное направление – пассажирские перевозки по Волге. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в соцсетях. Накануне в Нижнем спустили на воду два новых судна, которые изготовлены по заказу Самарского региона. Проект реализуется совместно с федеральной компанией, которая помогает на льготных условиях. Вместимость каждого судна составляет 240 человек. Планируют их выпустить на самые востребованные маршруты. Сейчас суднам необходимо пройти обкатку и получить разрешительную документацию. Уже летом они будут в Самаре. Работу по обновлению речного пассажирского транспорта ведут по региональной программе, которую Дмитрий Азаров поручил создать ранее. Помимо этого уже передали 8 судов на воздушной подушке. В зимний период они ходят до села Рождественно. В ближайшие годы дополнительно в планах построить еще 4 пассажирских судна на заводе в 63-м регионе. Вместе с федеральным Минтрансом Самарская область налаживает вводные сообщения между регионами. Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась перед депутатами Думы городского округа Самары за работу городской администрации в 2023 году. В своем докладе она ответила основные направления деятельности. Это поддержка бойцов СВО, благоустройство города, модернизация инфраструктуры, развитие социальной сферы. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Развитие социальных сфер, благоустройство города и модернизация различных систем. Глава Самары Елена Лапушкина представила отчет о деятельности городской администрации в 2023 году. Начиная свой доклад, мэр в первую очередь отметила работу по поддержке участников СВО и членов их семей. На территории города для данной категории граждан появилось множество мер социальной поддержки. Регулярно собираются и отправляются гуманитарные грузы. Ведется поддержка волонтеров, общественных организаций, активистов и ТОСов. На постоянной основе проводятся встречи с семьями мобилизованных, которые провожу и я лично, и, безусловно, главу внутригородских районов. Организовано межведомственное взаимодействие с военными комиссариатами. Сооткрывшимся в 2023 году самарским филиалом фонда «Защитники Отечества», фондом «Звезда Элира», организацией «Самбат» и многими другими. Активные работы продолжаются по возведению и ремонту инфраструктурных объектов. В 2023 году отремонтированы дороги общей протяженностью более 44 километров. По отдельной программе в порядок привели 25 участков тротуаров. Работы по реконструкции ведутся на нескольких объектах. Произведена реконструкция теплосетей по 18 адресам. Завершено строительство котельной в Куйбышевском районе. Сразу семь мест массового отдыха благоустроены. Более 70 дворов преображены по федеральной и региональной программам. Продолжается реализация программ благоустройства общественных территорий с широким вовлечением в эти процессы жителей. А это один из основных подходов национального проекта «Жилье и городская среда». Каждый гражданин старше 14 лет может принять участие в решении вопросов развития городской среды. Активность жителей Самары очень высока. В 2023 году в решении таких вопросов приняло участие 382 тысячи человек. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Всего Самара приняла участие в реализации 10 нацпроектов. На эти цели было направлено более 5 миллиардов рублей. Более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия и переехать из аварийных зданий. На территории города оказывается 72 меры социальной поддержки. Из них 36 за счет средств города. Ими воспользовались более 100 тысяч человек. В 2023 году свои жилищные условия улучшили 210 молодых семей. 251 человек из числа детей-сирот получили ключи от новых квартир. Особое внимание в городе уделено образованию, в том числе и дошкольному. Все школы и детские сады обеспечены охраной различными системами безопасности. В 64 учреждениях проведен капитальный ремонт. В 11 отремонтированы пищеблоки. В 115 школах обновлена материальная база. Благодаря строительству новых детских садов практически ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Администрация города продолжает полномерную работу по открытию дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования. В 2023 году дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Благодаря реализации национальных проектов мы выполнили задачу, поставленную президентом России. Масштабные изменения происходят и в сферах культуры и спорта. В 2023 году завершено строительство бассейна в Куйбышевском районе. Начато строительство фока в Прибрежном и спортивного модуля в Ленинском районе. Школы творчества, библиотеки и театры получают новое оборудование и оснащение. На базе бывшего кинотеатра России идет создание нового театрально-концертного пространства. Есть большие и очень хорошие сдвиги. Это и строительство новых объектов, и ремонт объектов, и реконструкция объектов. И нам очень отрадно, что это и в сфере культуры, и в сфере физической культуры, и спорта, и, конечно же, в сфере образования. Это и ремонт пищеблоков, и ремонт, о чем мы говорили очень давно, и это действительно сейчас происходит, ремонт спортивных залов, что очень важно. Это не может не радовать, и вы видите, опять же, цифра увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом, она увеличивается ежегодно. Модернизируется система общественного транспорта. В 2023 году для работы на городских маршрутах закуплено 62 единицы подвижного состава. Запущена программа капитального ремонта трамвайных вагонов. Реализуются меры по улучшению транспортной доступности отдаленных районов города. Для этого были запущены дополнительные маршруты. В 2023 году была продолжена работа по переводу общественного транспорта на контракты с оплатой транспортной работы, которые позволяют более жестко требовать с перевозчика выполнение нужного количества рейсов и соблюдение расписания. Реализация всех программ стала возможна в том числе и благодаря увеличению собственных доходов города. В реализации этой задачи помогла активная работа по выявлению правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости. В общем и целом сработали хорошо и исполнение бюджета как в доходной части, так и в расходной части, я считаю, что показатели очень неплохие. Завершая доклад, глава Самары отметила и направление работы в 2024 году. Основная часть деятельности снова будет направлена на развитие социального блока, сфер транспорта, ЖКХ, а также в поддержку бойцов СВО. Это продолжение реализации действующих внедрений новых национальных проектов, исполнение поручений президента, губернатора, мероприятия в рамках года семьи. Безусловно, особое внимание вопросам обеспечения безопасности, профилактики терроризма, экстремизма и, конечно, всеобъемлющая помощь фронту. В очередной раз отметил, что доклад прошедшего года, он плавно уже переходит не просто в задачи, а в мероприятия, которые мы реализуем уже за прошедший период 2024 года. Также в своем докладе глава Самары затронула градостроительную политику. 2023 год стал годом внедрения нового подхода комплексной застройки, который поможет решить проблемы сноса аварийных зданий и обеспечить новые микрорайоны социальными объектами. А также говорили о работе по сохранению исторического центра города в рамках соответствующей муниципальной программы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Сегодня в Чебоксарах состоялось общее собрание членов Ассоциации городов по Волжье. Участие в нем приняли помощник полномочного представителя президента в ПФО Алексей Симонов, глава Чувашской республики Олег Николаев, председатель Ассоциации городов по Волжье, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, исполнительный директор Ассоциации городов по Волжье Владимир Репринцев, а также главы административных центров и городов регионов ПФО. Руководители приволжских столиц рассмотрели вопросы эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления городов членов Ассоциации, успешный опыт муниципальной экономической политики и управления муниципальными финансами, учреждения Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС, а также обсудили планы работы в 2024 году. Приоритетными направлениями в работе по-прежнему остаются поддержка ветеранов, участников СВО и их семей, совместное формирование благоприятной городской среды, в том числе с помощью инициативного бюджетирования. В Самаре реализация программ благоустройства общественных территорий идет широким вовлечением в эти процессы жителей, а это один из основных подходов национального проекта «Жилье и городская среда». Активность жителей Самары очень высока. Постоянно растет количество граждан, принимающих участие в открытом электронном голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году эта цифра составила 349 200 человек. Одними из первых самарские жители стали реализовывать проекты инициативного бюджетирования, когда в 2020 году прозвучал такой посыл от нашего президента Владимира Владимировича Путина на заседании Совета по местному самоуправлению. В прошлом году такие инициативы были реализованы в Железнодорожном, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и промышленном районах Самары на общую сумму 18 миллионов рублей. В качестве пилотного запущен проект школьного инициативного бюджетирования. На принципах соучастия жителей строится и самарский проект «Содействие», предложенный Ассоциацией муниципальных образований Самарской области и поддержанный губернатором. Он позволяет реализовывать проекты благоустройства с софинансированием не только из бюджета, но и из коммерческого сектора и пользуется огромной популярностью у жителей. Также участники заседания обратили внимание на внедрение передовых практик обратной связи и необходимость создания муниципальных центров управления, которые будут способствовать развитию городов Приволжского федерального округа. Новый закон о патриотическом воспитании в скором времени появится в Самарской области. Его уже одобрили парламентарии Самарской губернской думы сразу в двух чтениях. Что легло в его основу и какие еще законопроекты рассмотрели депутаты, расскажем в нашем сюжете. Бойцов СВО освободили от уплаты транспортного налога. На заседании Самарской губернской думы принято решение о продлении льготы на 2024 год. Законопроект инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Льготы действуют в регионе с 2022 года. Ею воспользовались более 3500 бойцов и их родственников. Большинство получили в беззаявительном порядке эту меру за прошедший 2022 год в налоговый период, когда считалось за 2023. Поэтому надеюсь тоже на такую же проактивную нашу работу, чтобы и бойцы, и семьи чувствовали, что они в надежных руках и в заботе нашего государства. На заседании рассмотрели законопроект о патриотическом воспитании. И его соавтором выступил общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе. По словам Геннадия Котельникова, председателя Самарской губернской думы, закон будет способствовать оптимизации нашего общества через его интеграцию. Он станет единым документом таким, который и призывает, и создает условия для и патриотизма, и для развития общества в правильном направлении. Законопроект о патриотическом воспитании одобрен депутатами единогласно. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. С 27 по 29 мая на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с текущим ремонтом тепловых сетей внутреннего контура Самарской ТЭЦ, сообщают в теплоэнергетической компании. Так без воды останутся жители и организации в границах следующих улиц. Проспект Карла Маркса, Гастелло, Новосадовая, Пятая и Шестая просеки, Солнечная, Ташкентская, Старозагора, Алма-Атинская, Черемшанская, Нововокзальная. Во время ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность. Энергетики призывают жителей города не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также не приближаться к местам парения и просадки грунта. В Куйбышевском районе в личном подсобном хозяйстве обнаружили очаг опасного заболевания мелкорогатого скота – бруцеллез, в связи с чем объявлен карантин. Об этом говорится в опубликованном приказе на сайте правительства. В рамках ограничительных мероприятий запрещается лечить больных животных, посещать территорию посторонним лицам, ввоз и вывоз животных, кроме случаев вывоза на убой на специализированные предприятия, вывоз и использование молока. Также в карантинной зоне запретили проводить ярмарки, выставки и аукционы. Отменят ограничения после проведения предусмотренных правилами мероприятий. В России могут появиться новые мошеннические схемы с автострахованием. Это может быть связано с развитием искусственного интеллекта. Аферисты могут заявить о страховом случае, который никогда не происходил. Цифровые технологии позволяют преступникам создавать убедительные поддельные документы, включая фотографии и полицейские отчеты. Также мошенники пользуются такой схемой, как повреждения, нанесенные умышленно, при этом утверждая, что они являются результатом серьезного ДТП. Это делается с целью завышения стоимости ремонтных работ, добавили специалисты. Еще злоумышленники часто инсценируют аварии. Эта схема заключается в умышленном столкновении. Иногда участники договариваются заранее о создании аварийной ситуации, чтобы получить страховые выплаты за ущерб. Больше половины родителей поддерживают возвращение отметок за поведение в школе. Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Аналитики утверждают, что отцы школьников 67% чаще поддерживают инициативу с оценками за поведение, чем матери 43%. Противники новых дисциплинарных мер считают, что проблемы с поведением ребенка можно решить вызовом родителей в школу. Поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных. 38% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 56% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Говорится в исследовании. Особое внимание на протяжении этого года уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, что для них означают семейные обязательства и взаимодействие. У нас график начинается с утра мы встаем, чистим зубы, я поднимаю своих детей, мы идем, собираемся в садик, в школу, завтракаем. Это все на мне. Я мама. Я считаю, что мама – это основное в семье. Настроение, уход – это все на мне. Понятие семейных обязательств – это, на мой взгляд, когда вы своим ребенком проводите очень много времени. Даже не просто много времени, а вы целиком полностью погружены в его интересы, при этом развиваетесь сами вместе с ним. Я считаю, что наши родители – это наш показатель, к чему мы должны стремиться. И что институт семьи – это самое высокое, что есть. Дети – цветы жизни. А семья – это самое главное в жизни. Я вообще считаю, что муж и жена, ну, как говорят, одна сатана – это раз. А во-вторых, человек – это независимо от того, мужчина, он женщина. Человек остается человеком. И поэтому это должно быть взаимопонимание, любовь – это самое главное, конечно. Беречь друг друга. И если уже взрослый, помогать в воспитании детей. Семейное взаимодействие – это общение, там, времяпрепровождение совместно, игры. Ну, может, какая-то трудовая деятельность. Узнать о жизни и открытиях Дмитрия Менделеева можно в библиотеке имени Крупской. Там открылась выставка «Система мироздания. Ключ Менделеева». Первыми прикоснуться к тайнам ученого смогли студенты, а с ними и наша съемочная группа. С именем Дмитрия Ивановича Менделеева впервые знакомятся в школе на уроке химии. Самое известное его открытие – «Периодическая таблица химических элементов». В этом году исполняется 190 лет со дня рождения великого русского ученого, к чему и приурочена выставка «Система мироздания. Ключ Менделеева», открывшаяся в библиотеке имени Крупской. Если сейчас, через несколько лет, ребят спросить, а что им известно, кроме таблицы Менделеева, которая связана с именем его, да, ну, к сожалению, не все добавят к этой таблице какое-то новое открытие, связанное с этим именем. Главная задача выставки – раскрыть ученого с разных сторон, ведь он не только внес вклад в развитие отечественной химии и физики, но многое сделал и для сельского хозяйства, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. А еще Менделеев занимался кораблестроением и воздухоплаванием. Все это достаточно интересно, и хочется, чтобы ребята, в первую очередь молодежь, для них мы старались, узнали об этом и понимали, что благодаря имени Менделеева, благодаря знаниям открытия Менделеева развивалась впоследствии в целом мировая наука. Я думаю, это очень важно, чтобы студенты развивались помимо учебной деятельности, чтобы они могли реализовывать себя во всех сферах, то есть узнавать новое, участвовать в различных общественных мероприятиях, как-то вкладываться и в целом расширять свой кругозор. На выставке рассказали об ученых, для которых многие направления науки стали понятны благодаря трудам Менделеева. В том числе молекулярные и атомные теории были разработаны во многом благодаря научным трудам Дмитрия Ивановича. Для посетителей также прошла викторина. Возможность познакомиться с выставкой «Система мироздания Ключ Менделеева» в библиотеке имени Крупской у самарцев есть в ближайшие три месяца. Затем она будет представлена в других библиотеках Самары. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. В Самаре прошел 17-й галоконцерт фестиваля «Самарская вишня». В нем приняли участие порядка 600 человек в составе ансамблей и хоровых коллективов. 24 из них стали победителями и выступили на сцене. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. «И неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему». В Самаре прошел галоконцерт фестиваля русского песенного творчества «Самарская вишня». На сцене выступили победители, занявшие первые и вторые места. Одним из лучших стал вокальный ансамбль «Октябрина». Коллектив участвует в фестивале русского песенного творчества третий раз. В этом году занял первое место. Мне очень нравится, что очень много коллективов сюда приезжает. Коллективы сильные, довольно-таки интересные. И очень хорошо, что у нас очень много народу участвует. Очень много народу участвует вообще в подобных мероприятиях. Это очень здорово. Самарская вишня появилась как городской этап Поволжского фестиваля «Расцвела под окошком белоснежная вишня», который появился 22 года назад. Его организовала областная общественная организация ветеранов. Пожилое поколение, старшее поколение привлечь к тому, чтобы они проявляли и социальную активность, и приобщались к этой культурной жизнью. Потому что традиции, те, которые заложены были нашим поколениями прежними, они должны жить и продолжаться. В течение нескольких лет Поволжский фестиваль не проводится, а Самарская вишня продолжает жить и становится все популярнее. В этом году заявки на участие в городском фестивале подали порядка 600 человек – песенных и хоровых коллективов. Из них 24 стали победителями. Очень приятно, что год от года количество коллективов растет участников нашего фестиваля. Что это не только ветеранские коллективы, но и молодежные, детские коллективы. То есть мы понимаем, что русское песенное творчество, оно живо, оно живет. И вообще известно, что песня нам строить и жить помогает. И что даже в годы Великой Отечественной войны, когда было очень тяжело, холодно, страшно, наш народ пел. В этом году Самарская вишня посвящена 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для участников и зрителей концерта организовали экспозицию с атрибутами того времени. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, приступили к строительно-монтажным работам по реконструкции первой очереди улицы 22-го портсъезда от улицы Солнечной до Московского шоссе. Также в 2023 году отремонтировали 25 участков тротуаров. Напомним, в Самаре действует отдельная подпрограмма, предусматривающая ремонт пешеходных зон за счет средств местного бюджета. Администрация Красноглинского района сообщает, что 25 мая – Международный день пропавших детей. Он посвящен повышению осведомленности о проблеме исчезновения детей, привлечению внимания к поисковым отрядам и поддержке семей, которые столкнулись с подобной трагедией. Для поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» эта дата имеет особое значение, так как напоминает о причинах его создания и главной миссии – оперативное реагирование и помощь в поиске пропавших людей. В преддверии этого дня крылья Советов подготовили на матч с Пари-НН специальные футболки, где будет нанесена фраза «Помочь ей можешь только ты» и телефон горячей линии «Лиза-Алерт». В преддверии наступления сезона отпусков все больше людей, планируя свой отдых и оформляя поездки через турфирмы, сталкиваются с нарушением своих прав, сообщает телеграм-канал железнодорожного района Самары. Для предотвращения таких ситуаций Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Самарской области проводит консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг по телефонам, указанным на экране. Режим работы горячих линий с 10 часов до 13.00 и с 13.45 до 16.00 ежедневно за исключением выходных дней. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok